Здравствуйте, с вами Своя Игра У нас играют Жакотян Счастливый пипец Лысый из Бразерс Почему я это говорю? Ультра нашей Родины Слюк Рамзан Ахматович Мне кажется, что типа Рамзан Ахматович и Суприм Лидер, это должен быть один человек Я с Голстого Фаст, аниме по играм За 5 секунд Ой, аниме Аниме, да Я пошёл Не, ну я посижу Этот пак, а потом На аниме посидишь Да Правильно, старайтесь Присаживайтесь Тема первого раунда Пост 1 Мужика из гонок Машинки Ксоплей Аниме по играм Цитаты У меня сразу же вопрос, что нужно называть А там будут игры по аниме, по-моему Пик крошип экрану, начинайся Буб, а что надо называть музыки из гонок? Ну, музыка из гоночных игр Ну, игру надо называть или... Ладно, короче, давайте Давайте цитаты посмотрим Это хоть что-то, что можно Ээээ, лысый Иди по письмам Это Кастальвания В общем, в плане Да Но я же уезжал быстрее Так, ладно What is a man? A minimal pile of secrets Блядь Ну, кто... чё... Наверное, это Сора всё-таки Да Да Блядь, кто издаёт эти звуки Остановитесь немедленно Блядь Я хочу умереть Это всё-таки Ксоплей Блядь, это Лиара, типа? Это Лиара Это Лиара Да Я пистолет увидел А почему у неё какой-то колпак? Сука Кутис, дура или дурака? Пусть чувачку колпак Там же пятак Ну, только что был колпак, поэтому... Ну, там колпак влезает спокойно, по-моему Ой, ну, если это... Солкалибур Конечно же, это Айви Валентайн Должна быть Да Сос Солмач Валентайн Да, Валентайн Солмач Валентайн Солмач Валентайн Ну, по-моему, звали Мидна Сук, ну, хуй ты ж можешь Я вас даже не играл, поэтому мне тяжело Я тоже не играл, блин Дельда Ну, давайте аниме по играм Давай, изи Ну, изи, окей Окей, ну, не это Resident Evil Кстати, вот Ты вот... А сейчас будет что-нибудь там Такое существует... Стоп Господи, самые скучные... Самые скучные игры во вселенной, блядь Господи Ну, это какой-нибудь Devil May Cry Не, но у меня есть ответ, который звучит как Ани Чанбара, но я, естественно, не буду тратить 400 Ани Чанбараучи, кстати, подходит Эти пушки очень похожи на болтеры Поэтому... Да, я тоже на Warhammer думал Вархаммер какой-то ебучий Да, я тоже на Warhammer думал Вот вам Хаммер Чего? Сынка, полезай в робота и полезай в шахту, блядь, работы За можно стоять Работают как Романчишки Не, нех... Это если Зоя Это если Зоя Абсолютно Ш о, ш о , ш о..... Кодзима по-прежнему гений В палнометре, так? У, го о, Господи, ну йо мо о, ну.. Ребят, это же Street Fighter Это же сиськи — Конечно, да. — Это сиськи, которые пока... — Я разлетом на кистейров. — Блин, давайте не будем пиздеть одновременно. Вы задрали, честное слово. — А. — А вот и... — А вот и да. — Короче, вообще без шансов. — Ну и ответ? — Ну это хорошо, что это кастельвайн, но это наверное дейл на экране. — Блин, кастельвайн надо писать. — Блин, кастельвайн не надо писать. — Нет, это Detroit Metal City. — Блин, кастельвай! — DMC. — Так это ж скаут. — Все еще не играет. — На слове brother я подумал про халка Хобина. — Бррррр. — Брррр. — Кинула в блуб. — Заяц. — Эрик. военная цитата нет металл гир это не очень женерик я пока обращу больше внимание то что не могу прочитать вопрос одним взглядом мне приходится перемещать глаза слева это масло слишком большой или преодолевать свою злую натуру короче это звучит как ролл до кредит короче это звучит как бэтмен после этого должны после фразы должны идти титры начинаем самого легкого молчите пожалуйста слушайте но это по-моему все-таки ундерграунд нет может он же тогда берите ванта да я впервые перекликал и обосрался я не могу вспомнить мост ванта потому что я ездил обважает фаренгейт что-то там выбирай ну это марио карта почти но нет соник all stars racing не я не в этом плане не надо так гадать какой нити не шалги или гран туризма на первую тут я и подумал что на четвертую часть но похоже ой бля как же я еще не помню а а а а а господи как сразу не дошло пиздец полный а а полизация четвертая баба я к я с тысячи давай давай это не узнаю не знаю и по словам как-то ссыкотно а знать что промзанов маркачу не было скучно я предположу что от мир автомат нет сожалению рамзан охватывающим не будет скучно это же мы спасибо да я второй раунд начну соседе телеграмма на кучу кучу извини рамзан охватывающего баннер сага сан-андреас нет сан-андреас нет сан-андреас не думаешь нет я не играю в гонки очень легко не играть в гонки ну и то верно это гран-туризм 4 ну и тем более черлока единственная гонка в которой ты играл в них три части украшает сан-андреас 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 несколько зачарован если это не играл из burn out я знаю франца фердинанда я играю только парадайз и это не марио карт на самом деле я это очень похоже на нишу я не верю что вы вообще слышали рейсинг лагун звучит как они были на самом деле до избирнут я помню license tracks эвтаназия профессионал давайте отыграем да игру если игру на повышение вот это не моя ребят но не ребята один из вас кто самый фиолетовый может если фиолетовый это сэнс ролл это четыре колеса которые машин кто не зажал я нажал я ж нажал не нажал не нажмите раз фургон с мороженым ответ какой это вайс сити это фургончик с мороженым а подожди тебе тебе достаточно назвать первое это хитман солью самая первая спорта да-да-да-да по график red lake не но мы же не можем проверить вы колесы что окажется смирить лужин гораздо раздражительно чё макс поинтри отлично но это какой-то мафе 4 это какой-то байс сити очень новые возможности байс сити это ответ на все вопросы то еще раз это некому 2 блядь теперь рамзан будет начинать раунд со сверху игры по аниме вашему вниманию играть за 5 секунд это просто музыка на 5 может я фильм узнаю это джордж буш тошнит форспит тошнит серьезно это то она то это было дрейн 3 что там такой ебанутый грим был нет динозавра не бабу да да но он был похож существует еще до того как я увидел кошку я по актеру понял что это постал актера короче я успеваю кликнуть только на те вопросы на которые я точно отвечу неправильно ну вот что что требовалось доказать блять я картинки не увидела он уже ответил пора бросать не умирает он в секвеле потом специально вернет и не умрет тоже а вот это тихо максимальная дедукция судя по тому что сиськи не треугольные этот лара кров сейчас томбрайдер anniversary предполагает нет я попробую настолько сложно и невозможно я вообще потому что это я просто знаю как underworld выглядит это да так что угадывать по размеру груди карачка по форме он и забирайте блин отличная игра 700 рублей в стим ну да ну да невозможно невозможно ты хочешь что-то открыть ну ладно город нового йорка прежде майорки выбирайте не на господи за что ой я посмотрел на эти чемоданы по бокам я сразу чуть-чуть ну не шел да я думал там надо будет назовать кончать а вот тут явно потребую часть на наруто это кран потому что значок правом нижнем углу что ха ха еще пока все думают и уже жму я подумал что там слева делается курой положить стоит подожди сейчас и шаман положить все невозможно по первым рифм конечно я сдаюсь короче запить не надо так делать а вот это не спит underground 2 ой ой я случайно ну блин и че мне сейчас сделать ультра на отвечай но с ним не имею ввиду я не нажал ну окей снимаю и у меня нет шанса выиграть этот баг поэтому в общем то пофиг на счет давай я тебе вернусь к клава новая понимаете типа мышка не раскликался еще монитор очень здоровый клей я в это не играл не мультик ультра я тоже не понимаю это музыка наоборот то есть сада наперед о давайте реверзост это мем на самом деле это легкий мем но он наоборот ведьма нет это мем действительно ну давайте попроще что начали мне нравится как громкость постепенно увеличивалась и ощущение что сможешь мне нравится очень хорошо очень хорошо это какая была блять я вот был уверен что это она но потом я понял что блять ну не сейчас ну не может быть ой господи это шкинтам хард это да 1 2 2 2 как-то песня 2 3 3 3 3 4 3 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 14 15 14 14 15 20 16 16 Ай, это дебучий хор. Парапас, рейпер. Стрельни, не забывай. Не забывай, не забывай. О, нет. Басрайкер 2. О, нет. О, нет. О, нет. Любая дженерика. Ну, это именно. Это когда заснуть пытаешься, но не получается. Э, ну да. Это игра, она именно в таких ситуациях. О, нет. Я вот этого ждал. Это Crash Team Racing. Да. Ой, Crash за Crash. Ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду. Ну, это же паразитка. Да. Третий раунд. Третий раунд. Третий раунд. Третий раунд. Третий раунд. О, сейчас будет просто три. Вокалы. Ну вот. Скриншоты. Скринкропы. Готагоуфаст. И Кселент. И Кашплэй. Готагоуфаст это музыка просто в два раза быстрее. Я надеялся, короче, что надо просто очень громко говорить Готагоуфаст. Я сочувствую тебе. Мне нравится кнопка треугольник лексикон. Настолько по-японски. Солен Солт Симулятор. Тёрнул поезем. Точно. Метавич, который хотел за помощь. Глядь. Где оно? Римомбами какой-нибудь. Чё. Ну. Да. Просто я хотел сказать Римомбарми, да? Да. А, ну да. Да, это было просто. Блин, вот только картинка загрузилась. Ну, что это? Римимирми. . Ну, там есть. короче ладно ну тогда я перехвачу инициативу и скажу стелла deus я не дропнул примерно за первые 20 минут поэтому ой ну грим гриму я вначале дожил а потом понял что комитане бог любую игру так красиво дорисовать их не различаю я бы народ это казино это же это же игра из обзора медисона как и называлась метро болоте боец собр давайте два раза быстрее ну просто я буквально этой ночью я решил платину задрочить и я это слышал наруто это круто бум я сейчас к сожалению не в этом спитшоте поэтому звучит хорошо речет пиздец гораздо лучше чем холрич ой ой грамм не существует он бы через гей гений она чуть-чуть очень похожи на из гею на что не диски нет ни нигде даже не пауки подумал как это стремная тема замка это совсем другое наверное штука хотела быть я удивлюсь я удивлюсь подожди как будто не ускорялась а а мы шаги мы играли с аниме а он ингредирует чат какой категор давайте вот это вот испанцы это корсары 4 на самом деле на самом деле это может это шестая цива да я не был уверен я отвлекся и вижу вот цивилизация шестая это омерзительная восьмерка ну это овервотч блин как ты продолжаешь это угадывать я просто очень много в это игра там на зарядку блять блять сколько блять родной район невозможно узнать это в никуда это якутза причем явно с ps2 судя по графу поскольку вторая часть вас и когда наверно 1 он будет хал какой то что лишь вот этой части композиции это тоха новая играл название натыкался я купец блять что там за полторы а это ж вархельсинг да сука выбирает мне приключение одного хельсин вархельсин да да вархельсин блин ну подождите это не будет труп 50 центов блять обанкротившиеся я вам предлагаю просто подальше все так смотреть отдали я думал сейчас меня перекликают и таки никто не угадал вау это на playstation 3 я отвечаю причем 3 это смешное ебло слева я не могу по-моему резидент какой-то все гораздо хуже гораздо окей все гораздо хуже культурный болей вы только что взяли это 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 playstation 2 я вам так скажу я я короче я не знаю что я сейчас могу тут разобрать это на какую playstation играть а даже так я должен был брать dragon's dog я видел камер много раз да блин крафт не ну это не полторы ну полторы как-то я не согласен пронесло я на это и сделала ставку это персонажа надо назвать просто да и понятно из как есть но это из реалии злого да это программ я стараюсь зашквариваться а вы мое полёхо и чё залез к а в спонтан игра как это точно из третьего раунда вопросов не спирал как же тут блять свали дом нет 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 она боссу не скажу какой игры подскажи валь а гир его это звучит как бля это полторы после это же алиса костюм очень-очень узнаю я даже не в грунт не играл rov это öl инси и катals old так и Perdents мц манAY Collected чего спал на руле я серьезно я не я вам писал не помню там трек может нет игру или трек или кто поет не я совершенно точно я песен ваших не сумму я точно обтекаюсь это не может я вокальные треки вообще не слушаю кто поет название игру серии это поет японская женщина это саундтрек японской игре японскому аниме я угадал на самом деле это поет трап ой да легендия классно когда у человека идет фантазия вот я вам так скажу я в японские игры не играл но на этот раз точно за груди не могла освоить верняти не оставлять как я так никогда же не Посмотрим. Блядь, ну господи, ну лайф и стрэнч. Лайф и стрэнч. Ну, это всё. Неплохо, это было неплохо. Нельзя, как и обещал. Нормально. Ладно, я сейчас тогда... А, подождите, а нет, мы не сделаем. Перестань мать собаку, что ли. Как в этой веб-версии вообще всё работает? Могу аватарку поменять? Я хочу себе аватарку клёвую. Веб-версия, господи. Ну, я в компьютерном клубе, здесь нет своей игры. У этого говна есть веб-версия? Да. Она очень минималистична, но ключевые элементы дизайна сохранены. Все очень синие и сделано так, как будто сверст на году в 2002-ом. Глаза сами вылезают просто. Нет, тогда поймёт, о чём я всегда казалась ответвлением Форевера какого-то. Так, чё тебе там? Всё? Ну, чё? Ну, тень абрикоса, я так понимаю, у него ещё... Нет, 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 пожалуйста, сдвинем тень абрикоса напоследок. Хорошо. Тень абрикоса. Чё-нибудь, что я не играл. А, подожди, мы играем твои паки. Ты не играл пятый пак. Пятый пак? Ну давай пятый пак. А я играл вон? Играл только диверсант, по-моему, из всех вас. Ну, давайте его как-то. Стрима пакеры. Вот. Ага. Но ни тебя, ни Пекрона не было. Hell frozen rain, fall boolstown. Какая хорошая песня, пойду послушаю её. Так, стоп, стоп, стоп. Да, это хорошая идея согласия. Кое-что проверить, потому что... Да, номер четыре, потому что у меня нумерация с нуля пошла. Название какое-то надо заёбистое придумать. Тиндрейдер, ты мне его скидывал? Я его скидывал, да. Блин, тогда я их все очень-очень быстро проглядел, но я вряд ли... Ты может не запомнишь, да. Я вряд ли помню чё-то откуда. Вот такой сейчас берёт и выигрывает вообще. Я на самом деле уже забываю. Ну, я сейчас за неделю забываю паки, которые сам играл. Случай, чтобы на второй раз играть. Понимаешь, я за неделю забываю паки, которые я создавал. Ну, это правильно. Так, всё, тогда я запускаю. Как называется? А, да, сейчас подожди, файл надо будет. Будет три билборда на границе РКГ, да? Это ещё старое название, да, которое я не менял давно, поэтому... всё это запустить. Та-дам! Какой поросер? Один человек, один четыре, ну, один четыре и три восемь. Как называется ещё раз? Три билборда на границе и так далее. Три билборда на границе и так далее. Три билборда на границе надо было сделать. Неплохо, неплохо, неплохо. Так, стоп, а на Наси? Это я. Да, блядь, я уж думаю, какой хер тут Москус сделает. Я его кастлею. А где ты? А где, кстати, какого хера Москус не здесь? Я не знаю. Он голубь. Ну да, как всегда. Давайте кого-нибудь позовём. Давайте я ему напишу сейчас. У меня Пепикрон ещё чёт не зашёл, срана. Сейчас я попробую. Обычно первый сострел собирается застреливать людей. Ладно, буду дальше писать. Мне кажется, что-то пак был слишком нельзя. Надо будет сложнее. Да ты ещё наполовину вопросов вообще не ответили. Ну, блядь. А, тут люди, наверное, не знакомы со спецификой. Да, это паки, где я ни один вопрос не отвечаю. А, это такой пак? Это пак, да. Ну, а сейчас Мосе зайдёт. Классно. Всем это нравится, да, но как бы... В ЗЛВГ, по крайней мере. Но... Не, они клёвые, я просто не отвечаю ни один вопрос никогда. Ну, возможно, да. Ну, возможно, да. Да, всё. Скажу по секрету, короче, что я уже готовлю второй сезон. Не бой. У меня это больше информации для ультра. Бля, куда делся диверсанты? Суперсант гибал. Вот мудака. Это уж пикронок, кстати. Жалко, что диверсант не угадал игру саботёр. 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 Суперсант гибал. Но он, видимо, паспорт меняет, поэтому не заходит. Суперсант гибал. Суперсант гибал. я же играл по кивиндрейдерам да этот не играл этот скорее всего нет он чё-то типа новый я точно помню что он не играл чтобы их не играли то было вот ну если я играл ультры не было нет ну да посмотрим если чё только у тебя крошек играл ну а как насчёт после своей игры говна поесть там чё я и так полный говну о а я не подождите здесь же нет подержи не прокат литя ну чё поехали или что или я так а чё как бы большой большой вопрос вообще выжищем осень сперва же надо войс заходить наверное потом туда или как какого он там есть что-то мне я вообще его не вижу просто в живых ну да я я я я вижу его в дискорде он он онлайн скажите пока что у меня сильный интершум вокруг меня нет 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 давайте не будешь дома играть будешь ходить не хочу это далеко от меня очень привет Василий привет Мося привет здравствуйте Зулинач говно и все кто в Зулиначах говнари а все кто в конфе сука заходи уже заебал блять так я сворачиваю пак смотри ты мой пак пропустил туда сразу я не обещал я вот только вернулся давай за паки хорошие паки заходи для умных ноль ответов на вопрос как комната называется три билборда три билборда что-то там блять в своих говно билборда лучший фильм флеш ты блять как уел но а билборда и все пошел пароль 1 4 8 8 8 хорошо а вы в стриме или где да ой тут есть петухи сюда пацаны я не trip asteroа хватит все готовы сейчас все угадаю с этим мог это играть это я забыл смотри, ладно, я плецу убирай потом как-нибудь вау хал, ура, хал, хал а я играл, я играл тот пак ну ты играл, да, вроде, я вспомнил, что ты играл поэтому ты можешь, наверное, ливнуть а что ты приперся тогда, раз играл этот пак я не знаю, потом не учился еще и первым зашел ну вообще ну да, он дернулся больше на ультру и не на экраны поэтому, ладно, черт с вами ЖЗЛ Машни Театр, ну как дела? Глаза заебись, не считая того, что сухой я начинать будет бекрон как раз в этом фильме Алексей Баталов сыграл нехарактерно для себя роль я тоже играл этот пак но ты его видел на стриме, может быть сейчас спросу ну короче, все это видели и зачем нет, я не видел, я не знаю, что это значит, ультра победил ну да, будет, да, там был гимнаст 1928 я это играл для меня я их тоже играл, да и что тут? все играют ну, найди что-нибудь другое может быть что-нибудь, что никто не знает может, они тот пак дали да, нет, я там сразу не запивал но у меня вообще есть идея на самом деле на этот вопрос, но ну, слушайте, у нас ситуация сейчас, что половина людей этот пак играли, и что происходит а я помню Ленин нет юбилейная нет если юбилейная, то у меня есть идея Толстой нет либо Толстой, либо Щердышевский но у Щердышевского нет 92 Лев Макалавич ааа, Толстая тема играл Пекрон, еще кто? Рамзан Хмалыч не я играл вы играете, я не буду жать ну, играйте, я не буду жать Гуфрина, а на нас это ты? да я тебя косплею хорошо, прекрасно яда шутка я подошла к нему и спросила отгадай, в каком ухе у меня яд кому к нему к нему я тут один дожди стоять когда что это было? как ты даже расстроился, блядь я так расстроился, что пекрон ливнул я что-то не понял а какой ответ был я пропустил? гамлет гамлет какого мухи, я ее тоже не понял ну и в древней персии гуляры привозили в башню молчания, где их и съедали крифы вау а вот этот вопрос я не помню, но еще может где все-таки у Минералы окраем глазу ты вопрос не помнишь имеешь право ответить ну да я даже свой ответ забыл кто-то мог его смотреть Акира, например просто очень много Акира смотрит все на свете, я не удивлюсь, что Акира стримит какой-то сорет ну да я думаю 39 миллионов это Митлов скорее, а не Майкл Джексон у Пинк Флойд было что-то 45 в Дарксайда именно такой страховый случай немого кинобэнта плюс сыграл свои глаза в начале 20-х годов хочу сказать, что он снимался в фильме «Андалусский пёс» кто-то понял я смотрел «Андалусский пёс» подожди так, кузарский пейди под вспышкой какой-нибудь аааа ааа интересно скажу, что когда Ле Кубезье спроектировали дом-башню с круглой комнатой то он постановил свое решение детскими воспоминаниями а именно об этом потом как он снэкерин но у меня есть подозрение, что его в угол в детстве часто ставили есть даже не подпроект это не то, что он не подпроект это просто про ребенка, который обиделся с постановкой архитекта с пройдом без угла это не диктут Гильгейм первый раз сказал о нем, что его имя в истории Пруссии не стоит выше любого другого государственного деятеля ну как бы два варианта ну пускай это будет бисмарк если Пруссия, то должен же быть бисмарк ее тетради которых она вела записи во время экспериментов и через 70 лет после ее смерти сохраняет высокий уровень радиоактивности но это Киури, наверное хоть что-то можно ответить именно он разработал первый способ использования наборного фарла печатного станка Гутенберг дьявол именно за это в 40493 году Родригес де Херес был заключен инквизицией в тюрьме на 7 лет за то, что показывал я случайно нажал отнимайте это это вообще вообще мне нравится именно за это а дальше за то, что показывал знаешь, так логично нет, каким образом он это показывал слишком слишком похабная идея ну да, это обскурный вопрос кто-то так нажимает на кнопку а когда, а где закончится время на раздумке, я не знаю а вон она убирает полоску а у меня нет да у меня в веб версии нетной полоски блять именно в ней Пушкин писал глаза как не голубые улыбка локон и лены ну или, или, блин вот твоя лививая или, 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 да ну, ну, ой, 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 ой будет если за 400, то, скорее всего, об Ольге да, угадал ай некоторые шифровывать название этой популярной рок-группы как после Христа дьявол придет вот это класс вот это класс ACDC очевидно я просто помню, да когда смотрел давайте дьяволов побольше попробуем по средневековым представлениям дьявол может превратиться в любое живое существо кроме этой птицы и этого млекопитающего да что ты с Гарри Поттера конца 19 века появилась железные корабли и моряки стали бороться с этим красным дьяволом железная ты слышишь все-таки не играл да я на них не нажимать называть красный тяло то есть они ржавчины пасы пахнущий синий яд открыт в середине прошлого века при опытах с электричеством последнее время объединил усилия специалистов разных стран заболевать о сохранении озон наверное если сохранить за его сохранение такой низкий пинг их открыл 1892 году русский ученый инди ивановский изучая массаичную болезнь табака и позднее назвали ядами вирусы ты не с латыни вирусы это я на этот глаз тихо и спокойное место по сравнению с окружающим пространством я должен держать себя в руках ну я думаю имеется ввиду аевда в сторону до которой как это по-русски называется торнадо который кодируется это шотландский порт на реке клайд центр судостроительной и машиной строительной промышленности это народная мудрость описывает явление расширения зрачков под действием отрицательных эмоций в опасной ситуации но страх глаза велики это рыбы семейства карпов длину достигают метра и весят до 35 килограмм просиваются в бассейне амура бывают толстые толстолобики да я пока нет я пока анекдот конкурс на спасение пизанской башни выиграли производители чего я в этот раз не могу держаться неужели виагра игра русские башни является модификации именно этой игры как это хуйня называют ты не короче окей рассказ чехова встреча старых приятелей называется именно так ты тонкий что что толстый тонкий вот одни прикрывают так звали кота за пятого пока спасатели чипа и доила пусто пус fat cat давайте замечательных людей уж он был учителем александр да блять грек какой-то самый евкалибе аристотель лишь аристотель шоп еще круче как вообще до 1 перевода вторая книга и трилоги называется две башни в стиле колец очевидно соком кусочку мог бы оставить борьба этот яд имеет характерный запах горького медаля ой и вершки и копишки растаем тяжелая при единице си фантастические твари тема калл матричная тема калл начинает ким чины дать и макалл начать а тут у меня проебался один вопрос к сожалению тема такой калл что проебал ровно один вопрос тут тут вопрос это соль синильной кислоты смертельно опасно человека вот тут я объебался еще раз короче эта тема немножко обьёбанная давай не объёбанная потому что сейчас видите почему калийная тут опять санисты калий вот вот поэтому я объебался снова да это не так на первых двух вопросах я объебался как мразь просто мне очень пожалуйста тема калл в ательском саду кенджа можно увидеть потомка его яблони в ответе что-то что созвучно единицам измерения 7 а амперы фарады примерно разломы сложные сборочные операции на простые он положил начало массовой автомобилизации сша яндре посылка ну почему настоящее имя это открыть разносторонний актриса марина м так но я конечно знаю имя этой разносторонней актрисы ее зовут саша грэй я тут вопрос почему это в этой категории на вопрос про актрису я отвечаю класс и юнор санки new every day именно так называется хоккейный приз учрежденный газеты стрелок для хоккеиста забросивая в сезоне самый быстрый у меня есть подозрение что скорострел это к прошлому вопросу мне кажется относится а что измеряется скорострелок ну то есть неужели неужели все настолько логично а где где а неужели все настолько логично и ответ секунда да это просто просто логично скорострел их измеряется это самая оценка каждой новой части sonic the hedgehog этот вице-губернатор похороним в порт-реале в церкви свертой екатерина что может что могут измерять шпортснеггера он же олигарх вице-губернатором чего он был фильм назад будущее именно так стали называть марти прочитать это именно я прошу прощения смотрел всех ненавижу типа как каком в отечественном здании 1899 года эта сказка называлась лизок свершок литерный вот свершок лизок лобочка какая-нибудь все вовсе вопрос очень логично мне слова ли зоку не уничтожил русское имя это пустыня 3 по площади в африке после сахары или вискала хари бусидопут войнам каратэ допуст путь пустой руки асои то пустого желудка это очень плохая тема просто да и так тема кал просто именно это проще носил римский император марка делись ну кал очевидно игула калюни нет ну хорошо ли было да я я за я в прошлый раз вы мне очень много диффьюзер иногда чем я бы ошибся в при пришлось и мне один кал за диффьюзер для вас одну кучу за диффьюзер только что спасибо каракал бывает сколько кала там всего много кала в 2012 году его пятьдесят четырехметровое изображение разметровое изображение разместил самолета полу оплата вот городская эхо здорово пацаны так ладно от друга слога как у заплатить колец числ нет чистых переходят орган белый бесломный ублюдки отряд американских евреев не сложились солдат рейха и беседу нечездая по себе по мнению занятий гитлер сравнивать с ним какой-то кал очевидно а но может быть какой-нибудь свой с валькириями может причем здесь голем это еврейская история про то как один раввин собрал голема который работал много лет 7 недель а потом в северная корея даваясь волшебники в варкрафте который големов убивали антисемиты да да более чем там с големом другая история про то что он он пять дней работал вере шесть дней воскресенье он собрал а в субботу короче шаббат ему ничего делать в итоге он поубивал кучу людей потому что ему ничего делать его ели выключили спасибо за ссылку в манге под названием он главная героиня пользусь компанией международного судоходства предает оружие по всему земному шару а также вынашивает коварный план который может привести к концу света ну анимешники чем молчите я могу не что но это аниме есть такое тоже они вот как бы сам все вспомнил появление сообщений о нем скептики объяснили например вулканической активностью при пьешь и исландии которая появлялась частности в появлении исчезновение новых островков а в 1857 году было доказ существования архи тети уса который и стал по всей видимости его прообразом пикрон свалил носик прошу пикрога нибудь флотный ракен или флот этиус это осьминоги название на этих олимпийских опять или или блять из кучи 7 мировых так юрий власов повесил на 25 килограмм или а я не помню ни одного города с другой стороны поэтому по темпу все запас сгинет небытие я если кто не если то не помнит либо 60 либо 64 рим 660 именно он сконселировал в первом мире тяжелый четырех моторный самолет и русский витязь моторный самолет русский витязь первые в мире еду было как тебя что с русским битязи за курский ольги это была моя идея а почему русский витязь название этой выдуманной страны ее автору пришло в голову при разглядывании корешка 2 тома словаря это же очевидно ос да это очевидно ухты от пол до за второй том был ничего сиял для такое название носит самозатягивающий узел которым можно связать две веревки слепкнот москвы этот грек придумал кухонный алгоритм вычисления простых чисел с помощью решетки а математика эротосфен что-то спина это с феншоп лучше получается именно эту русскую меру 2 составляет четыре вершка пацаны очень объебались подожди это какая тема вершки крышки догадаться я догадался решил не рисковать давайте продолжим разных вариантах русской сказки вершками является торо что пшеница а вот корешки это я знаю это репа по известной поговорке это традиционное российское занятие а лучше просто ты просто ультра просто похоже воровства их основной алюр шага кони какие кони четырехногие ну какие нибудь не знаю которые участвуют в соревнованиях по конному спорту шагом шага кони шага кони всему уважению шага кони шага кони нет это не последний факт грандиус он не тяжеловоды нет будет еще один он будет очень хороший песни beatles i want you имеют еще и такое второе название сука давай ультра я пытаюсь вспомнить что это бэйби а шестер хэви шестер хэви аааааааа ну да логично минус сто ее подбирается со дна ее плотность 1 и 104 грамма сцеперта кубический впереди встречается примерно в 700 7000 раз реже и обычной разновидности используется как теплопоноситель и замедлитель в ядерных реакторах тяжелая вода я хотел ответить лёд 9 но потом посмотрел название категории таких механизм относится рычаг блок уклон выявляю просты простые механизмы он был 12 вершков роста сложный богатырём и глухонемой от рождения и хайл гаен чё сказал пацаны но если глухонемой от рождения то это наверное герасим три ультра ты же знаешь такой даешь можно можно залететь стоп серьезно могу сейчас залететь к вам сюда игроком или нет какая разница будет играть человек чем начнется вопрос она может быть очистительной лекарственной и питатель это травки из резиденты ударом по ней проверяется ахиллов рефлекс вопросе про скалы есть вопросы про скалу джонсона древние название она получила из-за белых меловых скал расположен на побережье это я сейчас я буду думать погодим древние меловые скалы на побережье но на название древние то есть не нынешние не наверное я наверное оба сразу пускай 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 это будет уэльс на самом деле наверное не так на самом деле надо было у меня было два варианта я думал один в эту сторону другой в другую но если никто не назовет то жалко но белый у меня есть второе предположение что это адриатику человек очень близко попал это очень жалко я я просто думал хорошо он был очень я я был тут серьезный я как бы это это было очень хорошо если обнулить и как бы до дефолтного будет хорошо но если нет то кстати колорадо есть жопись на скала который обычно штурмуют раз в году неужели называется бастилия это был просто попытка влюбляющих я просто знаю где скалы белые есть давай моржей название этой болезнь переводится как петушинный крик болезнь да а если верить воспоминаниям по нога на описанном от его имени ой на корабле флинта маржа был согнулся ой болезнь без помех сплит с практически любым судном крюков господи как я давно это читал это не оксимирон сейчас го куком а у вас хир рэп говно на бак красаварас я тут все тоже довосточное анкеп хоккер банки хоккер сблагин Ааа им верили да типа да им верили и пропускали близко а потом они крюков готовых я а вот жил и маржа раньше больших количествах потребляли в россии главный потребителям до революции москва и ростов великий а для чего они используются думаю довольно сложно было бухать и через жил как-то пускай или че по вене пускали не очень прочно оригинально и не перетирается давать маленькую приводи название этого цветка потому что иронии иронии именно это самая маленькая созвездия начну маленькая медведица вот может быть я думаю что она довольно большая маленькую видно я думаю самых маленьких тихо не могли так звали самого маленького трусливого шакала когда мы первый раз это отыгрывали там был чувак с аватаркой насколько он был сжат только табаки шакал первоначально я называли лузеттой а последовали имя этого врача есть доктора марио это болезнь очень болезнь болезни 2 декабря ну давайте я просто проебусь и скажу что со спидом ну наверно со спидом потому что потому что это реально такая болезнь с которой еще актуально бороться актуально бороться да я думал спид или аутизм название оперного театра переводится в итальянском как лестница ласкало ультра победим там еще есть финал там еще есть финал нужно хотя бы что-то заработать чтобы этот финал попасть давайте теорию игр возможно там что-нибудь одним из этой троицы созданы в 19 веке американским картонистом Томасом Настом был тигр а не уже никто не помнит зовите двух других а не никто не помнит просто скипается ибо и боба да ну тут ну это сильно это какой-нибудь тигр-мартышка и это тяжелый вопрос слон и осел лупой а партнер и гадюк партии откуда третий то там была третья партия ладно они описали сказочно повезло первый раз сразу после войны когда она получила великолепного тигра лёшу и в семидесятых когда появился непревзойденный лев назовите ее лев лещенко возможно покажи толстой не толстой ой 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 что в украинском переводе известной книге есть такие строки на острове зимнего царства самый гам-гам скейский чудовище а под каким именем этот гам-гам ну это этот вопрос который грандиус должен брать ну я не помню если у него больше всего шансов ну попробуй по контексту как-то догадаться ой 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 снизу что представишь нет нет ну ладно это как раз довольно типичный способ и как раз если у тебя снизу скала то ты избегаешь возможности лестнице возможно просто типа ну люди подходят там с оружием и начинают бежать на замок а сверху так но мне их видно побольше да там потому что это бутата это бутата и обзор получше ну вооруженного вооруженного блин не стоило обдумать давайте я рискну подков какой-нибудь мне кажется что лестницу на стену гораздо проще чем понимаешь лестницы ты в любом случае поставил любую со стороны скалы не так многие приходил скалисты место за ним занимать что не занимать что-то знакомое ой какой-нибудь не 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 ну то есть именно там это уже какое-то конкретное место или общее место ну а ну блин то есть это общая ну да Просто, знаешь, я понял, что это остров Сокровища, я думаю, именно там. То есть назвать ещё какое-то место, типа, не знаю, скала Залупы какой-то, типа того. По-кернински озеро, а по-русски мягкая ёмкость для переноски грузов. Я могу... Хорошо. Куль. Да ладно. Хорошо, хорошо. Я вспомнил просто там и сык Куль, всякие вот такие географические объекты, и как-то оно... Молодец. Именно таких людей называют... Ой, блядь, 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 блядь. Ну, которые в проруби ныряют, блин, им нравится там во льду плескаться, как на ржан. Да. Может, озерочик географии у меня? Именно так называется глубокая яма до дни реки или озера, где могут ходиться черти. Твитер. Но ультра. Ультра. Мут. Уд. О, блядь. У нас слышно было, что только мута. Да, только в тихом обуте. Это уд. Слышен. На горе стоит... Его называют море Саккар. Его называют... А, я знаю. Ой, я сегодня помню, но... О, теречат изысканный вроде джираф. Ультра опять вернулся на топ и просто... Да. Для чего в бомбийском аэропорту используют магнитофонную пленку с записью рычания тигра? Для того, чтобы встречать пассажиров, блин. Чтобы компания Метро Голдвинмайер не приходилось тратиться на... Неважно. Для того, чтобы отпугивать, наверное, кого только. Отпугивать... Ну, кого-нибудь, кто боится тигров. Блин, дай потом... Других хищников отпугивать? Тут мне нужно консервировать. Ну, блин. Для того, чтобы стоить Метро Голдвинмайер могла отпугивать. Знаешь, мать. Сейчас будет ответственность. Ультра будет стыдно. Да, верно. Многие люди, я не могу вставить кого боится тигр. Ну, обезьяны и вообще... А коровы? Ну, да. Ну, правильно, да. Обезьяны можно пиздить, коров нельзя. Ужасные силы, где будет, например, это джиафилы или землелюбивы. Они вводят детей на участок грунта. А вот маржи, например, пагофилы, что значит это слово? Ну, видимо, они вводят людей на... Фукус, бля. Людей. Они вводят детей на лед, потому что больше там ничего нет особо. Ну, да. Либо земля, либо лед. Так, так. Именно так. Именно в этом городе прожила олимпиада тализмоном, которой был тигренок. Ой, блядь. Ооо, блядь. Сука, я это даже читал, когда-то. Блядь. Неужели не Пекин? Не Пекин, а Сиу. Не Пекин, а Сиу. Моржа? Да уж. В телефоне Корнея Чукавского именно по этой причине надо было спасать моржа. Ультра. Да. Да чё я? Чё я? Ты же ультра нашей Родины, вот это расхлёбывай. Да. Ну, то есть я попробовал предположить, что там должна быть рифма какая-то. Морж послушал певца Макс Корж, на мой взгляд. он послушал Макс это ржа, да, он понимает там что-то про ежа может он съел ежа между прочим, вполне вероятно уточни съел ежа ну проглотил ежа не знаю какого ежа морского ну какое прилагательное может еще словом еж считаться, пусть будет морского я бы и обычного зачислил вы меня триггерите говорите, ультра давай я такой, ну надо давать я получил название в честь мишиган 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 я почти сказал мишиган 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 самая маленькая площадь в море а, стоп он там родился неподалеку и вырос азовская ну да, ты из наших тоже ну куда тебе там а, ты кубанец хоть его он сочинил малинскую мочную музыку мочную Моцарт же вроде а потом умер это же музыка из братьев марио только в этой части света еще сохранились живущие на свободе тигры ну а азия наверно надо сказать азиатские я вот эти вот части света материки континента меня так все это путают о нет ебать я в финале ну поехали да тут три вопроса я не помню что это вопросы а что вы не оттограли в прошлый раз оставьте гитлера оставьте гитлера дышать мы не будем тут как бы без вариантов я понял да самый сложный вопрос я вспомнил я не могу 14.88 поставить можешь мне докинуть очков ахахахахаха уже нельзя уже нельзя я не знаю сколько ставить какое число про гитлера надо проходя 88 ставь 14.88 а типа ну гитлер же я почему не а нет я 5.45 в серии стало известно что гитлер гебель смогли с собой тогда сотрудники стали крыть мешки для хранения продуктов чтобы с них шить из них его назовите вот место зубки но это сложный вопрос я не смогу заказничь стало в деле краиспель не чего это было в слове у меня нет денег поэтому я это сложный вопрос Блин, я не успел. Оу, серьезно? Кого вас искроить? Я хотел ответить... Сова. Как ты это делаешь? Его? Я даже... Знаете, я даже логику сейчас... Это хорошо. Совершенно верный ответ. Все, что можно... Я ей написал, гадное ей. Отнимай, у меня там был большой смешной. На него не до гигантского гитлера надели шить. Ага. Я даже историю ему написал, но она... Короче, логика такая, что как только умирает фюрер, фюрер это значит ум, честь и совесть нации. Как только умирает нация, немцев больше не существует. Во что они превращаются? В французов. Все! Это очень глубоко. Ты мне кажется только что подал идею для сценария Wolfenstein 3. Да, ну и ужас. Вот это хорошая логика, да ладно. Глубинная, я бы сказал. Ну блин, ну ща, ребят, я чейку налью в себя. Я уже, ну, это слово кроить, флаги. То есть, их должно быть больше одного, да, флаг можно и маленький сделать. Из одного бишка. Я тоже, я вначале написал, потом подумал, ну, блять, зачем же много мешков для ёбаного флага, что? В той больше мне нет других идей. Мне гораздо больше нравился вариант савангой. Не знаю, как это флага. Савангой. Савангой. Были полегче, хотя. Ну блин, я, то есть, все еще продолжается мой победный стрик. Я за все стримы ТД не выиграл ни одного пака в свою игру. И сегодняшний день не стал исключением. Даже я выиграл. Вы еще будете или все? Да, у нас один пак, и он хороший. Ну давайте один, да, создаете? Сейчас, подождите, пожалуйста. Ну, создайте. Груфриена пак, я так понимаю, уже разыграли? Да. И как? Взял ТД как. Всем понравилось, я надеюсь? Это первый, который был? Не знаю, понравилось или нет. Он был очень легким. Это самое, у меня через 12 минут время заканчивается, кстати. Я этот пак уже играл, у тебя не обрекался. Продумевать будете? Не буду. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сейчас, мне буквально 5 минут надо отойти, и я вернусь и создам. Хорошо. Я хотел сказать, что через 12 минут время заканчивается, я пойду, наверное, в бар после этого и выпью что-нибудь за ваше здоровье. Ультра пак, я играл этот пак или нет? Я играл этот пак или нет? И в клей-шопа. Смотрим Акира на стриме потом на сеть деле. Акира, блядь, ультра, ультра, я играл этот пак или нет? Я сейчас пытаюсь вспомнить. Я помню, как это примерно было. Винни, В, слэш, вот, Акира Авиасолья. Ведя материалы, а это так. Так, где это у вас? Какой же это называется? Да, пока еще нет комнат. А че? А где своя игра там у него? Он же стримит свою игру. Счет закат. Ну, короче, еще игры, да. Ладно, забей ультрасяных играть, наверное, не буду. Но, но, чтобы ты знал какая-то своя игра. А у него же есть канал на ютубе, да? Да, не важно. Он туда закидывается, как вы знаете, ему по зданию, поэтому срай. Короче, ультра, но в скором времени я, наверное, здесь запилю второй сезон. Как вы же. Ну, это будет неплохо, да. Это будет неплохо, да. То, что я тебе скинула, это как бы первый сезон, все был. Я помню, тут, на самом деле, когда есть три вопроса, я их честно не брал. Так что. Ну, да. А все остальные ты, по-моему, выбрал. Про Гитлера отличный, на самом деле. Он немножко не логичный, но... Ну, да. Ну, что Саван был логичнее, ну? Саван был логичнее. Не очень понимаю, почему он был логичнее, Саван, ну ладно. Потому что, типа, для флага одного мешка достаточно, а для Савана нужно, как минимум, несколько. Зачем Гитлеру Саван, блять? Зачем это плохому Гитлеру? Как-как... Надо же его завернуть во что-нибудь? Как начало, знаешь, такое обскурное шутки. Зачем Гитлеру Саван, да? Так, ребят, тут есть комната, Грудинин, наш президент. Все за... О, залетаем. Он же? Так, сейчас сделаем. Нет, боже мой, это просто шутер. Так, Грандиус выбрал своего президента, понятно. Грандиус так грустно, а, да? Смотрю, как тут комната называется. Националистическая революция в России 2. И там разыгрывают АПГ. Олег Трап мне вот нравится. Это сейчас ты проиграл, Надеюсь, или что? Название те, название пака. Нет, моего любимого Трапа зовут Олег. Грандиус, посмотри потом на ютубе мой пак, посмотри, там чего отгадал бы, чего нет. А я думаю, отгадал бы. Вот мне нравится название комнаты, Ваня не в порядке. А у нас черепахи звучит как название гильдии в Варкрафте среднестатистическое. Вон я что-то веду у него на стриме. А, это пак про Советский Союз, да. Ну да, там нет. Гендарный пак. Ну ладно, я пойду, короче. Пануло в лето, к сожалению. Почему, почему ультраголос будто он глухой уже? Я, я, я трезвый. Я просто в геймерском гире под названием... Это чё-то, чё-то выпущенное Kingston HyperX, там буква X большая на амбишурах. Вот. Это, это геймерский кит для настоящих геймеров. Геймеров. Геймерс. Извините. Геймер через Эйда. Бля, у меня же нет наушников, как я буду вас слушать в дискорде. Ёбаный брат. Геймерский кит для всех. Кто там создавит резион? Создавали, нет? Аааа? Сенебрий косус? Где там? Он все еще, он все еще замутил себя, он все еще где-то, 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 где-то расшляется. Где-то отошел. А, я тут это, Леди Верт, решил посмотреть. Зачем? Не спойлери, я буду смотреть его. Не надо смотреть, это... Я всё равно буду смотреть. Так что смотри, говорит. Да. Ну, оно такое. И да, там спойлерить сильно нечего. Это что, Марвел значит? Нет. Это то, что Тоскаровская, то, что номинант один из лучших на... Одна из номинаций на лучший фильм. Все знают, что лучший фильм — это комната Томми Вайза. Она вышла в 2003-м или 2004-м? В 2004-м вышел второй Half-Life и изменилось, и всё. Жалко, что из-за скандала Франко не номинировали. Кого не номинировали? Франко. Мне очень кажется, что смокать Томми Вайсо — это худшая идея. Как бы ты ни старался, всё равно... Блин, это была бы просто величайшая пост-ирония. Он бы взял Оскар за... За фильм о худшем фильме. Ну, я надеялся, да, за Оскар Вайсо, за лучшую мужскую роль второго плана. Создали ещё, нет? А, Тень Абрикасов, что там? Я вернулся, сейчас создаю. Ага. Блин, где можно купить наушники в 11 часов вечера? Переходим в метро. Вау! У тебя есть наушники? Это вопросы уже пошли, что ли? Да. Можете ещё плюс 4 дать? Выгры есть на неё? Я создал. Что-то там Пекрон, что-то там РГГ. Пароль 13337. Что-то там Пекрон, что-то там РГГ. Что-то там? Ну, тут нету Пекрона и РГГ. Что-то там. А называется Литерали, что-то там Пекрон, что-то там РГГ. А, пароль какой? 13337. Одну тройку больше. А, ну Лит, то есть? Не угадайте. Е, бой. Я не вижу, что-то там. А, вот. Один. Ага, Лит. Она между комнатами Чечня, Ежи, русский, порежем и Шмет, лох. Какой пароль? Лит, по-моему. 13337. Лит же. А, понятно. Просто я вас слышу. Меня не пускается таким паролем. Три тройки. А, на одну тройку больше. Почему три И? Почему три И? Потому что в 1,4,8,8 всегда тут одну тройку еще добавляют же. В 1,4,8,8 добавляют тройку? Блядь, как это работает. Вот, ты же возьмешь. Это второе. Добавляют тройку евреев. Да. А кто третий пан? Пан Петрович Ротебальский. Здравствуйте. Не ври ты, Михаил. Ротебальский. Не будешь я первый раунд играть? Потому что, да, не играл его точно. Ладно, сейчас. Не вра, это. Гений готов. Это просто. Ну, Гений всегда готов. Гений всегда готов. Кстати, вы можете найти титер моей новой игры на сайте. Шоп, лечка, рука. Сколько стоит? А кто? А кто? Кто новые звезды? Мистер Гений. Этого тоже можете узнать на сайте. Шоп, лечка, рука. Там все звезды. По скидке еще. Ну что, мы кого ждем? Промокод 10%. А кто не зашел? Кто-то не зашел еще, кто играет? Ультра-то играет? Ультра же сказал, что он отключается, нет? Или... Ну, да. Ну, вроде тогда все. Ну, все тогда, да. Убирайте. Ультра типа подключился в качестве, видимо, зрителя. Ну, наверное, да. Ну, убирайте тогда столы. Возможно, ну ладно. Может он с телефона что-то делает. Гений с каждым шагом все больше. Все готовы? Наверное. Отключаем свою игру. У вашего ведущего хронический тензерит, поэтому мне нужно принять амил метакризол, 2,4-тихлор, бензиловый спирт и левый ментол. Хочу водочки ебанать. Нет, это похоже, я уже старепсился. Погай, какой-то спирт. Харам, харам, Рамзан Ахматович, харам. Так, автор пакета, пидорас какой-то. Создан давно. Пидорас какой-то, у меня по вопросам есть? Тема, кого идет, первый раз. Показываю, что наши ведущие в тобой, если сейчас. Первый раунд, и его темы... Кайдай какой-то. Немного математики. Без рукаморья. Еее! Рекорды. Как цой. И отвечает армянское радио. Можно не будем? О, губовская тема. Я люблю губов, комодья, и дуб зеленый. Ладно, сразу тема для гуфрена давайте. Это утреннее объявление называли «Причина закрытия армянского радио», «Причина нелюбви женщин к армянскому радио». «Я же заболосусь от смеха просто». «Внимание, внимание». Красавица. 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 Хорошая шутка. Хорошая. Ладно, хорошо. Пойдем по... Леониду 20 века. Как ты дал автограф Анатова, через несколько часов был застрелен им в спину на пороге своего дома. Это... Виктор Цо и Джон Леннон. Блядь, это реально гений же, опять. Это Цо и Леннон. То есть, если из Кодзимы вычесть бурята, то останется очкарик. Все верно. Джон Леннон. Да? Да ееее! Просто его надо дать. А что за тема? Что? Узнаешь, когда получишь. А, ну да. Полуток. Ну, не знаю. Денькие дворянники. И... Уважаемый лидер. Пожалуйста. Так, цветная тема. Стоимость 450. Цветной лидер. Денький. У нее наше солнце относит к глазу желтых звезд. На самом деле, оно такого цвета. Ээээ... Блин, счет, мне позорится. Блядь. Белая? А, она белая? Фух! Матерь божья. У него такая прямочка голосовая классная. Буду он по рации с ним говорит. Да. Прямо... Прямо скорей. Я думал, что это опять его анекдот с армянского радио. Этот русский поэт Барт кончался от агент стрельных ранений, полученных в результате нападения на свой собственный дом. Ой! Блин. Ту-ду-ту. Это Михаил Круг. Зачем вы хотите круга, блядь, блядь? Вот с Ром не вью. Не стрель, я не знаю. Блокалист этой группы покончил с собой, выстрелив в голову из-за ружья первым телом. Это не Куркобейм, это, блядь, Евронимус. Ой, нет, стоп, стоп. Это не Евронимус. Это, конечно, не Евронимус. Это Дед. Это Дед. Вопрос вообще-то группу назвать. А, группу? Мэйком, господи. Я-то думал. Мэйком. Я-то уже, блядь. Уже начал считать кто-нибудь. Поминай, чем это Дед. Он, в принципе, стал самым продаваемый музыкальный альбом в историю, а умер в передвизорке с натурного после инъекции личного врача. Он был сегодня, и в этот раз я нажал вовремя, это Мэйкл Джексон. Михаил Яков? Да. Еще один Мишаня. Так, вот давайте лучше, вот тут есть хорошая тема математика. Да, да. Повторите достижения юного Карла Гауса, считайте с натуральным числом. Ой, блядь. Нихуя себе сто очков. Ой, блядь, сейчас. Ой, сколько их там? Нет. Ааа, 1488. Нет. 50-50. Так, я надеюсь, дальше будет попроще. Ага. В этой поверхности вращения и, собственно, серия комиксов. Да у всего сейчас есть собственная серия комиксов. Ха-ха-ха. Ну то есть, это действительно... Это сейчас какого-нибудь... Ладно, нет. У всего есть собственная серия комиксов. Это торкс. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Хорошо, хорошо. Это я знаю и помню прекрасно. Многие знаки мне лишь не напрасны. Оставьте, как есть. Да и так звучит хорошо. Ха-ха-ха-ха. Какой-нибудь делить. Топи. Чё-то как-то очень страшно. Я бы никогда не запомнил. Да. Листья растений, семена подсолнух, основные шишки, лепестки, цветков, ячейки ананаса располагаются согласно данной математической последовательности. Ой, интересно. Подожди, блин, я зря это надо... Скажи это, скажи, давай. Я знаю, что ты хочешь сказать это. Я не хочу сказать это. Хочешь, хочешь. А ты всё равно или проиграешь, или... Ну, я проиграю это, это не фракталы. Беже гей. Да. Ну вот, я думал, ты скажешь. Если не фракталы, то... Скажи ты. Ой, как? Не, ну я не буду на очки-то садиться. На бутылку надо. Латералус, гений. Латералус, блядь. Чему тебя учил? Фибоначчи он тебя учил? Ты должен был это сказать. Я не тот... Ты должен был это сказать. Ульято. Мои математические формулировки данная теорема утверждает, что не существует непрерывного касательного векторного поля на сфере, которое нигде не обращается в ноль, но более известна она как теорема о причёсывании этого животного. Ананаса. Геометрия не сосёт. Ананасе явно надо причёсать. Я терпеть не могу математику и детям животных. Чё сказал? Геометрию любишь? Я люблю геометрию. Любитель геометрии при этом чё-то не отвечает нифига. Потому что алгебра сосёт. Нет-нет-нет. Нет, на самом деле просто потому, что у меня математика делала надо мной. Была я уже. Променяю. Этот фильм дал название данной теме. Блин, зачем мне это? Гайдары и нигеры из открытого кошка. Это ответ был? Да, да. Это был ответ. Зачитайте. Я не снимал этот фильм. Ты вообще фильмов не снимал? Нет. Ну как тебе сказать, ты фильмов не снимал? Ой, а как же он? Ну это ж горько. Только что сказали нет. Он снимал очень плохой сериал. Папа. Ты короче зря отходил, да? Ты горько два. Бля-а-а-а. Хороший подъём, хороший. Мне надо рекорду. Этот фильм в 92-го года является последней работой режиссёра. Ммм. Да, это тяжело. Или имеется в виду Гайдая. Жора Крыжовникова, да. Ах, он ещё и 92-го года. Я думал, он раньше. Ой, ладно, давайте мы пойдём на что-нибудь более осязаемое. В 60-е годы этот рекорд был установлен в каждой пятой советской семье. Пиздец, где ультра? По голоду, да, наверное? Где? Тут час должен ультра. Да. Я же говорил, я специально для ультра делал про армянское радио. Это телевизор-рекорд. Это... Господи, всё ещё я нажимаю, я уже отказался от... Ладно. Самая популярная игровая консоль в истории с более чем 150 миллионами проданных экземпляров. Это Оуя. Пизд 2. Нет. Стоп. Я Пизд 2. Что нет, я Пизд 2. Это Оуя. Извините, да. Пизд 2, я Пизд 2 сказал. Пизд 2. Я Пизд 2 сказал. Пизд 2 сказал. значит минус то я думаю я продана где-то в количестве миллиардов ананасия 200 200 просто продолжим окей хорош пока няша мяша не вми няша кто не все это баконская конечно не было ли не просто копировал статьи из лужки петровичу тонет хорошо лидер лидер пес анимешни четвертого разряда гитарист блогер либераст на хоровой вроде потенциально яблочник и просто т.п. Михаил бугаенко немного контекста к сожалению не хватает но у меня есть один предположение такое я не уверен возможно кстати но вы это мысль только это так ответ я не знаю в рынке у меня больше нет нет это жирный волосатый да да ну понятно блогер там охотникам мысли внебрачно тесто хомячков скандалиста поиск позер либерал друщи с русскими царолистами миноритарные акционер просто нажмите кнопками нырял читать растал стены трозеров чиновников господи парад запрошенном масштабе заноза в жопе правящие либо автор постов комментов и мемов жертва инквизиции исправимый лукроёб дарт как таньян кружки да красавец мужчины человек куб вообще звучит про меня я просто я высадился с такого количества эпитета просто тут основная простая просто на самом деле если бы там было слово вождь я бы являлся посморнинский ситком жанра бендонада с элементами фэнтези ночной фантастике острый сюжетная мыльная конечно остаться в живых отчаянный псих совковый воспитали гуманитарий завыч учитель младших классов по сместительству спортсмен комсомолец и ахтунг это дрожжи чикатило а он продолжим когда я и подчислах анекдота про поездку на рыбалку без водки зря ну мужики и водку же забыли не может быть они появляются фильмах дайте жалобную книгу семь стариков и одна девушка мультипликационной трилоги об римских музыкантах а их дебюска он состоялся в этой короткометражке это сейчас скажу полосатый рей нет белый бим черное ухо это не короткометражка не но блин я короткометражку не назову конечно сложно то есть я примерно понимаю где и о ком речь но довольно просто какая-то короткий метр ухта на дает перепутаться ну ладно да белый бим немножко по-другой начали задумки персонаж уик носил это имя пришлось поменять из ассоциации с вождем мирового тариата заметьте украине сказал что может пролетариата это адольф тема рот и балл согласно исследованиям только примерно двое или трое мужчин ты че способны на данное действие занятия гимнастикой контор си йогой сильно повышают ваши шансы а ну блять очень понятно и отвечает еще и отвечает еще вот этот человек да а я отвечаю на шпагат ну пиздец тема рот ебал твоя фамилия рот ебал и ты ему не можешь сказать когда надо рот ебал у меня хакамада на аватарке это оркестровый интермеди используют гитаристы для установления рекордов скорости игры на своем инструменте аутофиляция зачем я это нажал знаю у тебя аутофиляция случилось ладно если я могу сказать это шрек шрек но еще раз шрек я могу только сказать я не знаю что это жрек это такой чувак который somebody once told me полет шмеля очень близко жиденькая обосрался пойду себе и сделаю в июле 2016 года люк айкинс установил рекорд совершив прыжок с высоты 7 7 целых 5 6 десятых метров именно таким образом а вот эсселяции очевидно как он приземлился расскажу на сетку о москве мос энерго в ленинграде линэнерго а в херсоне наверное пока нет электричества а что пожелал армянское радио советскому руководству перед двери нового 74 года но опять аутофиляция какая-то сейчас сосите суки делите его на 2 37 что самое ценное женском молоке так если жизнь на марсе армян не очень типа такая шутка тоже нет только первый раунд и его темы север юг так и что под восток он был плотвист без востока и бене не бы центр и билет и меня это плотвист центр расширения вселенной находится именно там моей жопе шутки про твою мамку должны усилить это был правильный ответ потому что он делал везде на серж а ты выпринял в твоей жопе как отверстие территории москвы 2012 году я географический центр оказался около этого поселка в новомосковском административном округе не знаю блять коммунар я не помню знает как там какие-то москва говно радиоцентр центр москвы это радиоцентр со стрелями в руках и в штаблетах беносков астап бендер вошел в этот город это из золотого теленка книжки для ну очевидно да но я может сказать но я не уверен это из 12 стульев я и тогда что он со стрелями это делал соединенные штаты но не америке мексика какой-нибудь индийского это у них все так не особо не смешно да да это мексика мексики не рискнул колумб америку открыл великий был моряк хотя искал его ой способ аутафилиров его вот меня его смутило индастан что нет там это опять и индастан индию узнает нет я не знал на легенде а может быть он и стал этот новый свет они про него в принципе не знали тема запад а сейчас они искали за ой блять сейчас как его вспомнить западный западный давай давно я читал пан петрович я нашел они противостояли западникам восточник россия это нажал сейчас я буду думать славянофилы конечно фу фу вот давайте славянофил нет давайте восток все таки пощупаем назовите группу я висела на ой блять ногу свело песни идем на восток да да ох ты нет я ожидал немного другого я смотрю тут разномастные вопросы так что этим рейхом называли людей вывезенных из восточной европы стояли использование в качестве бесплатной или низкооплачиваемой работой силы рабочей силы у меня есть отличное предположение что их называли остарбайтеры это было бы очень элегантно ебать пиздец вот я не знал но это настолько просилось само собой прям класс роман джонас таймака 52 года в жизни семьи трасков и гамильтонов какой нибудь ты бы еще песню восток делай тонкая петруха добавил восток от рая а а ну копить или не копить команда возмущается что на нее сейчас въедет поросенок а я могу от мешки стоимость 900 что он умный и заслуживает это представитель семейства кошачьих по кличке бобова был домашним питомцем сальвадора дали блять я помню короче его фотки где он муравьеда по моему выгуливал но представительница из семейства кошачьих не но у меня у меня нет и что будет пускай быть тигр нет это не тигр ну я не бы ответил и утопили первый космический аппарат поднявший человека на околоземную орбиту восток один вроде бы конечно так ладно выплыл быстро давайте юг именно там расположена научно-исследовательская станция амундсон скотт на южном полюсе блин на южном полюсе кого топите или помогает или помогает ну надо гению помочь а то он на предыдущий бы ответил тема джафа стоимость 900 не только в джаве шарит они включающий шерлок холмс выстрелил на стене гостиной миссис Хадсон буквы арабы обозначающие именно это металл гир солидный виар наверное да да виар мишнс вы забиваете про виар мишнс так серьезно спасибо гений не он блять не подследует с вашим футблером я даже подумать не могу не знаю джон карман блять какой нибудь валят что нибудь там спасибо Виктория Регина королева Виктория ага ну блять я пошел отсюда в россии до середины двадцатого века сша называли имя Виндостан американское государство север 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 североамериканские соединенные щит ой блять я помню что сасаш ну вот что ты мне не да конечно североамерика эта империя была провозглашена по итогам северной войны сука северной войны ой блять ой нет 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 ой нет о блять не помню в таре да это российская империя ну в порядке вроде она была раньше но ой ладно около 40 процентов населения этой страны носит фамилию Нгу Йен Вьетнам Гуриатам виднее конечно да да — Да, хоть как-то. — Какие-нибудь же из Вьетнама, просто. — Да, у нас работает чувак. — Людей, ближе всего к этой самой удаленной точке в океане, был Малатурнэйс, и до ближайшей суши от неё 2688 километров получила своё название. Она в честь этого литературного капитана. — Ладно, блядь. Литературный капитан Немо, наверное. — Да, это Немо. — Я не знал ничего про эту точку, но, блядь, ебеня называть так — это работает. — На чёрном Гуена я вам скажу, что у нас работает чувак с поддельницей. — По стороненному заблуждению эти острова были названы частиц, и на самом деле всё наоборот, а сами острова получили название собак. — Коли. — Хорошо, блядь. — Шпицберген? — А, ну да. — Нет. — Вот, ладно. — Аптиц, каких птиц? — Это канадские острова. — Даже так. — Лоник! — Подожди, а где собаки? — Нет, собаки. — Молотые, как раз. — Там расположен южный полюс холода земли. — Ну, блядь, я нажал, зачем? — Да, господи, тебе нечего говорить. — Подожди, что не-не-не-не, ну, блин, если я нажал, надо ответить, только южный полюс холода земли. — Как интересно. — Может, всё просто? — Не знаю. — К востоку ответ южного полюса на востоке Антарктиды. — Ураевер. — Там нет востока всё равно, поэтому нет вообще ничего. Знаете, что? — Аймекон, я говорю, и это северный, и я проваливаюсь. Давайте дальше. — Да, я вот тоже подумал. — Я подумал, знаешь, я подумаю, что я знаю, потом я подумал, что южный я даже не слышал никогда в жизни, поэтому что-то я... — Я слышал один раз, но я не помню как. — Станция Восток. — А, станция... — Ну, то есть это всё равно... — Ну, я понял, конечно. — Недалеко от южного полюса, как я. — Ну, да. — Изначально он располагался на территории современных штатов Северной Дакоты, Южной Дакоты, Монтаново, Йомин, Колорадо, Казахстан, Днепрадская, Оклахома и Техас. — Изра подбирает. — Кто? — А, нет. — Дикий запад. — Ну, это не может быть Дикий запад, потому что вы... — Дикий запад пускай будет. — Дикий запад пускай будет. — Да, можно... — Дикий запад я сказал, наверное... — Так ты говори громкою. — Ну, да. — Гений не пристало говорить громко. — Да. — В этой религии существует четыре юги циклические, сменяющие друг друга. Сатья-юга, Трета-юга, два Пара-юга и Калию. — Сатья-Наделла существует там. — Ну, если Сатья-Наделла, то... — Ну, понятно, то... — Ну, да. — Многие. — Потому что индусы. — Так называется точка на поверхности земли, находящаяся над гипоцентром землетрясения. — Что, Лекфу? — Фу, нет. Эпицентр, по-моему, было-то. — Конечно. — Называется. — О, Господи. — Это у меня рандомно. Я хотел ещё сказать Экватер. — Учреждение ФКУТ-2 Ущин России по Влаконской области более известно под этим названием. — Ну... — Чё? — Гений, отвечай. Слышь, гений? — Чё, гений? — Твоя тема, давай отвечай. — Шагоход. — Да, шагоход. — Волимский центр. — Я ж тебе говорил, что это тебе надо отвечать. — Хорошо. — Ладно, посмотрим, закрываем центр. — Полтон. — Полтон. — Прекрасно. — Тогда единственный... — Ага. — Да. — А я могу нажать на паз и не огребать эту штуку в этом свете. — Спасибо. — У него есть им-центр, орто-центр, барри-центр и центр шпикера. — Чё? — Я думаю, это гений. — Мне кажется, эта геометрия не сосёт, но... — Единственное, что приходит эта циркуль, но это явно не то. — Идеальный циркуль. — Ну это, конечно, не циркуль, но геометрия, да. — Это треугольник. — Еще и шпикер туда забрался к нам в треугольник. — Господи Иисус. Ладно. — Бога нет. — Благодаря победе над полем Анри Матьёс в сборной России в 2002 году впервые в истории завоевала Кубок Дэвиса. — Сафин? — Нет. — Да, ну понятно. — Да просто я сейчас... я смотрю на тему, и я такой... ну типа что? Михаил Южин? — Он всех сказал, ну... — Зима близко, а север? — Далеко. — Наверное, это и есть правильный ответ, но поздно. — Может он помнит? — Да, он помнит. — А это откуда? — Да, это... — Ну ладно. — В этом созвездии находится полярная звезда, которая поможет вам найти направление на север. — Ой. — У меня тоже большая медведица? — Нет. — Малыми. — Ну давайте отвечайте, кто там следующий, кто хочет. — И малые медведицы, да. — Малые медведицы, конечно. — Малые. — Я... — Ух ты! — Ух ты! — Я даю. — Последний римский император эпохи принципата, со смертью которого в империи начался период политического хаоса, вошедший в историю как эпоха солдатских императоров. — Ну и на северу с нейп там его звали. — Северин какой-нибудь. — Ну типа того. Александр Север. — А, ну это, блядь, тоже из Владимирского кустра. — Канадский сериал 90-х годов о приключениях офицера, канадской королевской конной полиции и его питомцев, глухого полуволка-полупса. Никто его не смотрел на меня на украинском языке. — На украинском? — Да, он назывался на украинском «Сурово на пивдень». Это строго на юг. — А, блин, я даже помню. — Этого знаменитого актера называли королем вестерна. — О, боже! — Я нажал «Франк Энерра»? — Ну. — Нет, был уже. — Не, ну, подождите. Наверное, это Джон Уэйн, но... — Да! — Я не знаю. — Да, да, да. — Ну, уже и не знаю. — Третий раунд! — Эээ! — Его раковые тела. — Мне каждый раз блять стыдно. — Хуй! — Говно! — Макча! — Да! — Жопа! — Ну, это-то хотя бы Оксимирон. — А, Петрович, выбирайте. — Ну... — Барбан Шрейзон! — А вот аффиляция за 1000 процентов. — Именно этим является христианская реликвия священной припуцей. — Потрясающее слово, мне очень не нравится. — Ну, давайте ответим. — Ну, это... — Как говорил... — За СПЦ... — Это хуй. — Нет. — Это было слишком просто. — Ну, как-то да. — За 1500 просто это хуй не должны работать. — Это крайняя плоть Иисуса Христа. — А-а-а! — Этот последний фильм Пьера Павла Пазолини является вольной коронавирусом романа «Посады» и «Посады» и «Посады» и «Посады» и «Посады» и «Посады» и «Посады». — Рандомно просто. — Да нет, это самый известный его фильм. — Я просто не был уверен, последний он или нет. — Я думал, что у него говно жрут в каждом фильме. — На альбоме «Техников Лав» этой группы присутствуют реки «Ареспекты» как женщина и человеческая, спасая себя в отношениях. — И «В моем сердце» — «Стар» названа за тебя. — Ну, это гений должен назвать. — Видите, смотрите, насколько прогрессивный этот рок. — Сложно. — Самый прогрессивный рок. — В прошлый раз ответили, кстати. — Это «Аналкан». — Да, ну, блядь, конечно, это еще мог быть. — Так, что же еще? — Да, кстати, да, соседствующее это. — Я, блин, вспоминал группы. — После цинета со скрюшем эту болезнь Владимиром Васютиным в станции «Салют-7» все космонавты-мужчины проходят через процедуру, названную «Пробой Васютина». — Ой, как оно называлось? — Гомосексуалист. — Зондирование? — Нет. — Аутофиляция или диарея? — Нет. — Диарея, вкусно, тебе кскинь, ты дристайд начнешь на орбите, и у тебя все говно пузырится и тебяет. — Что там показывается? — Ну, то есть близко, все-таки. — А зачем простатит в космосе, и чем он опасен? — А кто вас знает? — А кто вас знает? — Назовите музыкальную композицию. В прошлый раз здесь видео не прогрузилось, и вот 240 джаунд, по-моему, опять не прогрузится, да? — Ну, у нас видео не прогружается обычно, поэтому да. — Значит, придется скиднуть. — Ну, дайте этим патруль. Ну, все. — А, вот. — А что там за видос, учитывая, что все равно никто не будет джать? — Уже загаданное. — Сиренада — это «Который Кляйнинахт Мюзик»? — Да-да. — За этот фильм Старезан получил «Золотой глобус» как лучший режиссер и номинацию на «Золотую малину» по темпурии «Худший актер». — Вот эта комма нормальная. — Она ж, по-моему, только один фильм режиссировала. — Ну, вот и назови его так. — Это «Яндл». — Фильм «Мед Мюзик». — Айм, я попрошу тебя. — Окей, окей. — Я вчера ноги по-немецкому. — Нет, еще раз нет этой группы «Слава хуй» повторяется 33 раза. — Ну, это... — Я забыл. Я дурак. — Ладно, это довольно просто. — Я о другой группе подумал. — Но ногу свело, но там песня... — Я его тоже подумал, но ногу свело, но... — Это, кстати, действительно, кажется. — Ленинград. — А, ну да. — Очевидно. — Это еще мало. У них есть песни, где, наверное, раз по 200. — Возможно, мне лень считать было другие. Назовите блюда. — Ну да, конечно, блять. — Ну, я как эксперт по глупцам. — Я как эксперт. — Ответ? — Глупцы. — Конечно. — А это обычно паками нас угощают. — Это я как практик говорю. — Обычно нас угощают паками с головном. — Так называется наследуемое имущество в отсутствии завещания ближайшими родственниками по древнерусскому законодательству, в частности, в русской правде. — Ну, полная жопа вообще. — А прикинь, так и называется? — Ну, это будет лучшее название в таком случае. — Назовите грандиусу говоришь слово жопа? — Да, ему уже смешно в гадоши. — Смотри, как он. — Смотри, как он. — Да, это Джон Лиджго. — Джон Лиджго. — Джон Лиджго. — Я его знаю по замечательному сериалу «Третья планета» от Сона. — Я его по поводу не смешно. — Я так понимаю, это из Декстера было? — Это из Декстера. — Я не смотрел Декстера вообще, просто говорят, что там он какого-то злодея жопного играл. — У него большая роль в Декстере? — С этим головным убором сейчас сравнивают женский половой. Блядь, зачем я нажал? Ой. Лидер знает, конечно, лидер знает. — Ну, пилотка, конечно. — Да. — Вот почему все такие школьники пилотка ходят. — Когда ей сделали замечание, что в литературном русском языке нет слова «жопа», она ответила «Странно слово нет, а жопа есть». — О, Маша! — Это из песенки, по-моему. — Наранятка? — Да. — Она отправила жопу на вышку. — Украинское женское движение, главное оружие которого демонстрировано на жены женской людей. — НО! — Украинское женское движение, жму сразу, но «Фемен» оно называется. — Я должен был взять этот вопрос. — Ты шо, феминист активный? — Нет, потому что украинский конец. — Я скиплю самую худшую категорию и начну с хуя опять. — Жида хахлы, оба-оба-оба-оба. — Оу! — Это было опрометчиво! — Да. — Ну, шо поделать. — Ты получил хуй. — Я получил... — Э, чё, не факт. — Еще за него торговаться будет сейчас. — А есть ли смысл? — Ну, поторгуйся, может быть тебе хуй больше необходим, чем мне. — Больше хуй будет? — Ну, допустим. — О-о-о-о! — Как медленно хуй растет. — Ты как медленно хуй растет. — Ты как медленно хуй растет. — Нет, я правильно помню, что сейчас грандиус аутофиляция делает? — Да, твой хуй в канаме. — Нет, ну, слушайте, просто если грандиусу нужно, то я не возражаю. — Это вот аутофиляция. — Да посмотрите на его аватарку, он уже готов. — И древнеиндийский лингам, и древнеегипетский мин, и древнегреческий пряп, и древнеримский фасцинус, и древнекельский фраер. — Ну, они типа все хуи, да? — Что ж ты фраер дал назад? — Я думаю, что нет. — Ядоры, что ли? — Мне так понравился непридужденный тонус. — Ну, он фигуры, что ли? — Это символические культы. — Ну, я бы засчитал все. — Нет, это не фигуры все-таки, это хуебоги. Есть хуебрази, а это хуебоги. — Можно теперь использовать. — Так, ладно, продолжим раз как хорошо пошло. — Ооо, как тебе пошло. Как сравнивается латинский язык в известной поговорке? Хуем коня. Нет. Что? В смысле нет? Недостаточно известный поговорок. Собачьим? Собачьим. Но он пенис канен или что-то такое? Да, да, да. Пенис канис лест. Каньис собака. Первые натуралисты, изучавшие их, принимали аномально большой до 15 см клитор самок за пенис и обвиняли этих животных в гомосексуальном спаривании. Это гиены? Да, это гиены. У меня большинство, что это женщина. Ну это женщина-гиена, да. Процесс производства зерен одной из самых дорогих в мире, раздавивающих кофе-копи-ловак, обладает этой особенностью. Да, смотрите. Типа зерна это чье-то говно, да? Да, это зерна, это их эксперименты. Это не говно. Такое ответа я не приму. А, стоп. Блядь. Вы опять говорите все стоп? Это был грандиус, да? Я был грандиус, да. Я говорил, что это из экскрементов, они потом отсушиваются. Это тебе как зерна. Сейчас я изменю. Начинают говорить, когда кто-то отвечает. Я такая минус 4. Тебе надо 1200 добавить. Это типа 900. Да, просто пан Петрович уже опустился на минус 5к, ему мало. Я вообще-то, у меня было минус 6к. А, тогда выбирай ты. О, да, хорошо. Британский флаг, а в Нью-Йорк очки и кофе парень-сусунок. Назовите типаж. Тупая пизда. Ну, наверное, это оно и есть. Ну, тупая пизда. Нет. Ты больше качан, что ли? Ванильная пизда. В 20-м году новой эры, это действие, произведенное римскими садами, по поведениям и давке, в результате которой погибло несколько тысяч человек. Он в зигу кинул. Классно. Возможно, показал жопу. Возможно. Почему возможно? Ну, я и сказал. Я умудрю всегда угадывать саму эру. Ой, Лой, мы пришли наконец-то к чему-то не такому поганю. Разбирайся в жопу. Ну, ладно, нет. Тут даже вариантов нет, ну, блин. Ну, сиськи. Кому же еще? О, нет! Самый известный роман был написан на английском языке. А ну, это есть. Одну из экранизаций стал Станин Губер. А ну, бля! Набоков? Набоков. Нет, мне нравится. Ты думал, это будет сиськи, но это был я, Владимир Владимирович. Не, ну, в принципе, сиськи есть. Да, ну! Тема сисьек не раскрыл. Это вам удалят во время мастектомии. А-а-а. А что удаляет во время алтурфелекции? Градость! Гордость! Я не знаю. А молочные железы? Или предупреждение? Да, молочные железы. Да. Сам не знаю, на молвы идет, пизда, холоднее, чем лед. Вектор газа? Я чувствую, что это маякок. Я думаю, у нашего великого лидера Ким Чен Ына. Это эскимоски. Close enough! Да. Это сексизм, мгукизм, да? Ну ладно, давайте посмотрим, что у нас. Зовите исполнительные песни. Бавно какое-нибудь. Ты хлеб, что ли? Ты охуел! А у Регетта песня и называется! Стэндэй! Что-то это не за три А, подожди. А, подожди. Собачки, это не за три Я предположу, что... Когда оно закончится, ну... Сб者, я предположу, что... Я предположу, что... Я всё равно, мне нибудь пускаться не готов, что это Василий Обломов. Потому, что по музыке Вася Обломов, и песня, наверное, связаны с говном. ладно приму этого соблова фига я просто по сэмплом понял что этим термин обозначается и только какому также матча под и даже выдаваем его видеоигры ну если не только кал наверное это все экскременты черт как мало осталось не самого страшного то на кальцо на латыни ну блять зачем и нажал не знаю сфинктер у меня у меня было при смелое предположение это было слишком ну то есть у меня было два варианта или самый простой или что-то посложнее я зря не взялся обладательца самой большой натуральной груди в мире и не хокинс тёрнер норма ститься является игрой слов на эту фразу ну и норма титс очевидно так все отвечайте ну выбирай давай собрав алмазь зинтара барбара стрейзент превратилась в этого моста и начала кажется меха барбара стрейзент или как там она называлась социальный феномен выражающийся в том что попытки взять определенный обычного доступа приводит лишь к ее более широкой популяризации это эффект стрейзент когда она шату именно столько оскара в копилке барбара стрейзент 1 нет по моему то ли 4 там ноль вроде так нажмите вы умники в этом году я тоже не хочу на самом деле 2 2 нормально 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 ну пф ой 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 кому отдадите тогда я ж тебя так сильно люблю это первый раз я вас меропонодки стоимость тысяча считая у о о про гранд тяжело керкорд а че нажимать еще нет блять пока вид не пошел был Ну это же КД отвечает Ау Если я ему предположу Тут какой-то бит вообще от бит Ивановский Интернешнл КД? Ответ? Ну что-то такое Я вообще слушать пытался Муромянку какую-то Ну вот Ну вот спасибо Окей О, у нас финал еще? Да, финал Идем даже с темы Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Выбирайте какую не хотите Где тут Гитлер? А они все походу скрытые Повезло, вы выбрали единственную тему, где было аниме О, уatie Спасибо Хорошо Ясно вопрос, наверное, на весь пак Генни, смотри ты же не хотеть сделать — Ладно, я дохожу. — Третий рейх будет, давайте Гитлер опять. — Так, тема третьей. — Не, ну ладно. Пускай это будет Гитлер. — Один, четыре, восемь, восемь. — Вопрос. Это могут делать тенеры Альтину и контратенеры. — Ну и вопросы. — Мы хорошую тему выпадали? — Блядь. — Надо было брать аниме. — Да! — Нет! — Да! — Да! — Так, ответы. Третий октавый имбиратор Октавиана. Принимается. — Ну вообще пальцетом все могут пить, поэтому... — Да, пальцет это немного не то. — Я, конечно, тоже так не пикал, но... — Безоразь. Логично. — Апеллирую. — Да. — Охренеть, я даже не знаю, что такое третья октава. — А почему третья октава ответил? — Ну потому что тема — третий. — Тема — третий. — Я думаю, что ещё может быть голос и третий, но больше ничего не может быть голосом. — Я не знаю, я про октаву вообще забыл. — Ну я догадывался что-то в эту сторону, но я не знал, какую октаву, и я про тебя не попаду. — У нас же всё получается. — Ну я думаю, всё. — Да, время у вас почти длина. — Ладно, ребят, спасибо за игру. Всем хороших шунов и всё такое. — Да, всем пока-пока. — Пока-пока. — Пока-пока.